привет дорогие друзья с вами снова я захарыч блаженный и сижу здесь весеннем лесочке за мной вы видите речушка неторопливо катит свои воды куда-то вдаль вниз по течению вот между тем в москве резко дешевеет жилье дешевеет просел рынок на 10 процентов и продавцы делают скидки различные там в том числе и баснословные скидки но рынок проседает вторичное жилье стала пользоваться спросом значительно меньше чем совсем недавно дорогие друзья подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии описание видео подскажет вам как поддержать мой труд я в этом нуждаюсь тружусь я сам по себе исключительно благодаря вашей поддержке и хочу вам сказать что конечно в свете происходящих событий вот всего этого ужаса и мрака я понимаю что конечно ко всему этому нас привел режим и нынешняя власть нынешнее устройство власти те кто у власти вот и царящие в их среде безумие совершенно очевидное безумие знаете новости следует одна за другой новости не радостные потому что обстреливают пограничные пункты там в курской области где-то еще еще и пока это только всполохи понимаете но известно к примеру что там правительство сша десятки миллиардов долларов теперь вложит в военную помощь украине деньги эти возьмутся не из ниоткуда они будут конфискованы у людей которые вывезли их из россии и нам бы впору позлорадствовать ах так и мы надо думали от родины уйти а родина ты их настигла но нечего смеяться потому что эти деньги украдены у нас и будут потрачены на наше же с вами уничтожение по итогам потому что к примеру 40 миллиардов 41 там что-то была озвучена сумма чтобы было понятно в рублях это несколько триллионов рублей а 19 триллионов рублей сергей кужугетович шойгу или кужугет сергеевич сергей шу господи сергей кужугетович шойгу простите в общем путаюсь он там менял фамилию и отчество как-то он там это зачем он это делал непонятно но как он перевооружил нашу армию мне понятно уберите беременных женщин и детей от экранов слава путину вот что я вам скажу дорогие друзья вот так вот перевооружили и шоу я вчера по смотрел по тверской улице как там колонны праздничные к параду готовятся и честно да приятное зрелище патриотизм там здоровые эмоции вот у меня на голове бедлам здоровые эмоции как бы должны быть да и слышу такие возгласы среди людей что а мы сейчас эту штуку прям с красной площади и по киеву долбанем и вспомнился мне тут владимир вольфович жириновский тут туда его котел который говорил давайте вместе долбанем по тбилиси все все их не все им не имется по землям некогда российской империи долбануть своим же чем-нибудь как мы к этому пришли как мы пришли к тому что николай патрушев по моему он там глава совета безопасности бывший глава органа из трех букв фсб поручил проверить в южном федеральном регионе где-то в ростове в краснодарском крае в крыму и так далее проверить бомбоубежище вот и картина с бомбоубежищами складывается безрадостное скажу я вам сразу почему потому что я работал вот шесть лет спецкором газета вечерняя москва это городская газета и я много всего облазил всю москву облазил и с бомбоубежищами у нас дела швах начиная с того что вот в доме где я живу в сталинке там было несколько уровней вниз бомбоубежище понимаете и все разграблено разворовано там какой-то этот как как этот квест какой-то поставили и где-то дворники живут это все замечательно это здорово а раньше в советское время там лежали штабеля противогазов наборы с хлоркой банки тушенки и аптечки какие никакие но а предметы для выживания сейчас ничего этого нет куда бежать есть музей бункер сталина на таганке 50 метров в глубину он кстати может пережить и даже думаю ядерный взрыв но это да много народу не влезет да и что эти люди несчастные будут кушать и так далее вот поэтому вопрос бомбоубежищами открыт добавлю что в новых многоэтажках которые строят там вообще и бомбоубежи там и подвалов то особо нет поэтому дорогие друзья если вдруг чего в лес благо весна и лето приближается в лес в лес рассредоточиться среди деревьев и избегайте пожалуйста дорогие друзья одевать на себя элементы армейской формы если вы не относитесь к вооруженным силам ни в коем случае избегайте этих крутых камуфляжных штанов вы в них кажетесь себе рэмбой таким же вы покажетесь возможно каким-то вооруженным людям понимаете не одевайте что ж и позволю себе деталь сказать я немного служил в армии и я вот имел честь познакомиться с иваном от раковским офицером морской пехоты руководителем движения армия защитников отечества и вот иван от раковский ездил туда в украину ездил он в качестве миротворца ну-ка как это сказать вот гуманитарная миссия у него была он гуманитарную помощь и развозил людям которые в подвалах прячется от этого ада а вот и в итоге пони по ним их обстреляли их грузовичок в котором они ехали не знаю как это шишига или что-то в этом духе обстреляли и получили они осколочные ранения и и ванны и водитель получили но в борт прилетела легкая мина о чем это говорит во первых маленький совет рекомендация автомобили вот такие вот следует защищать хотя бы подручными средствами хотя бы бронежилет взять в открытое окно повесить на дверь окно можно даже прикрытие тогда будет защита больше до обзор ухудшится на защиты будет побольше от осколков точно спасет вот иван от раковский сам говорил что вот он бушлат отдела и часть осколков застряла в бушлате не поранила там руки руку бог вот слава богу слава богу иван выздоравливает помогай вам бог иван здоровья скорейшего выздоровления ангелы хранители всем людям которые оказались в этой перипетии в которой нет правых и виноватых есть только живые и мертвые вот жуткая история да если вдруг какая-то такая война уходите из домов уходите из городов да что делать вот на самом деле власть не дает особенные никаких рекомендаций что делать а на ней не просто молчат и все проверить бомбоубежище и все понимаете а если вдруг сюда придут как распознавать кто с добрыми намерениями намерениями кто не с недобрыми и так далее множество множество вопросов на которые ответов даже близко нет и том что касается истории вот в которой мы оказались втянуты я это говорил умными словами на выражив попроще они вывели россию из паритета россия была как бы в защитном коконе паритета у нас есть атомное оружие чтобы то ни было мы можем весь мир в труху да как в этом ужасающим сериале дмб или что-то такое вот весь мир в труху так вот с территории украины теперь по нам можно чем угодно понимаете вот если бы это было как раньше вот на то есть и какая-то из стран нато внезапно озверевает и начинает лупить по нам так и сама нато будет урезонивать понимаете сама нато да да будет урезонивать почему потому что это будет гарантированный ядерный ответ с нашей стороны да 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 полномасштабные ядерные поэтому был паритет и был мир ну и точно так же и наша родина избегала естественно каких-либо конфронтации с нато это был паритет да никому нравится вот эти вот вооруженные дела ну мне не нравится вот но между тем он сохранил мир и вот теперь вот с началом вот этого вот то что они продолжают называть спецоперацией как бы у тех кто желает нас немножко пограбить у них теперь развязаны руки вот и и едут и будут ехать в украину боюсь со всего света вот добавлю что это сделал не обама не обама писает у нас в подъездах это сделали не пинда станции не уник не кто-то еще те кто это сделал они рядом с нами они говорят на одном сделать делают это потому что они совершенно обезумели вот такие дела что ж друзья подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии описание видео подскажет как поддержать мой труд еще раз хочу сказать запасайтесь пожалуйста имейте тревожный рюкзачок в котором пусть у вас будет аптечка килограмм сахара килограмм кругу крупы пара банок тушенки фильтры для воды это важно закупите фильтр для воды потому что во время таких вот адовых ситуаций злодеи которые используют оружие обычно любят стрелять по объектам инфра инфраструктуры таким к примеру как водоочистные сооружения и там лифты к примеру видеть фу не лифт их простите а электростанции лифты почему мне пришли в голову потому что у нас огромное число населения люди старшего возраста и при отключении электричества они будут испытывать большие проблемы с передвижением по высотным зданиям и нормальное государство должно собирать отряды кого-нибудь молодежи чтобы бегали хотя бы продукты разносили только вот не уверен что это у нас будет есть ли у нас продукты если у нас молодежь вот да друзья что ж подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии описание к видео подскажет вам как поддержать мой труд несколько лет назад я написал книгу люди их тараканы научно-популярная книга о том почему у нас так много психов дело в том что по данным в циом лет 12 назад выпущенным 60 процентов взрослого населения россии страдают теми или иными неврозами то есть психи вот говорю простым языком так вот за 12 лет положение вряд ли улучшилось болезнь прогрессирует понимаете вот юж не лечат и меня терзают смутные сомнения что многие из этих веселых неадекватов забрались куда повыше по нашей скажем так цепи команды социальные лестницы пищевой пирамиде но вы меня поняли чем выше в пирамиду тем больше психов вот так вот по экспоненте что же и вспоминаются не фильмы убить дракона и прочее 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 безумие в которое нас вкатили те кто в нем живет ничего надо верить молиться но на бога надейся и сам не плашай то вот история вот ранение помогай бог ивану от раковскому его ранение вот нападение на их гуманитарный конвой с использованием легкого миномета легкий очевидно потому что будем тяжелый там бы было бы по-другому вот и это говорит о том что там уже действуют вот такие диверсионные группы производят обстрел из миномета миномет это большая дальность больше чем стрелковое оружие и они пользуясь безопасностью обстреливают в этом случае конечно необходимо выводиться оттуда не останавливать автомобиль ни в коем случае надо гнать 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 и выходить из зоны обстрела потому что именно тот участок куда ложатся снаряды он ими пристрелен и нечего там делать вот и конечно если есть бронежилеты лучше чтобы было побольше уважаемые военнослужащие одевайте их на двери ваших грузовичков любой техники и так далее хуже не будет что ж помогай бог всем добрым людям втравили нас бог есть во что но ничего надо верить в добро знаете да повторюсь говорят коней на переправе не меняют только это не переправа никакая это не переправа никакая